Всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультфинанс. Новость сегодняшнего дня. У Росгострах остановили лицензию по Ассаде. Подробности я не знаю, точные, но насколько, как, зачем и почему, но какие риски или какие преимущества есть для тех, кто сейчас занимается продажами полиса по Ассаде. Во-первых, сейчас будет меньше допов. Сейчас страховые компании, все остальные испугаются и перестанут продавать полисы Ассаде с дополнительными всякими навязанными услугами. Это очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, все страховые компании ринутся сейчас пилить хотя бы на этот месяц, когда не будет Росгострах, а это достаточно много количества полисов, они пойдут пилить рынок и, соответственно, начнут предоставлять лучшие условия для клиентов или лучшие условия для, соответственно, агентов, которые занимаются продажами и продвижением этих страховых компаний. Поэтому Росгострах вот так и надо, он доигрался. Действительно, центральный банк и правительство, за что им большое спасибо, подняли тарифы достаточно для того, чтобы сделать этот рынок действительно эффективным и так далее, потому что есть даже страховки по Ассаде, которые стоят 20 тысяч, это сопоставимо с ценой зеленой картой на год. Если кто-то едет в Финляндию и, например, может купить себе годовую зеленую карту, она стоит даже иногда дешевле. Поэтому по некоторым машинам есть тарифы, которые были уже и 10, и 20 тысяч и так далее. То есть тариф действительно адекватный, даже с увеличением лимитов, которые есть. Росгострах очень понравилась такая ситуация, а что тарифы подняли, допродукты продолжаем продавать, конкуренции на локальных регионах нет, другие компании тоже продают через допродукты, и всем вроде все нравится, что клиент лох не мамонт, он идет и, соответственно, покупает. Сейчас такая ситуация, которая позволит действительно страховых компаниям немножечко поумерить своим пылом и, наконец-таки, сокращать издержки, делать свой бизнес эффективнее, защищаться от мошенников и так далее. И вот на этом зарабатывать свою прибыль, а не на том, что они простых людей стригут и собирают с них деньги не только за полисы ОСАГО, а еще и за счет того, что дополнительные продукты не готовят. Ну и плюс ко всему, надо не забывать, что в ближайшее время будет появиться электронное оформление полисов. Я думаю, это еще тоже сильно ударит по монополистам, и они немножечко все-таки начнут заниматься маркетингом, хорошими услугами для клиентов и так далее. Они будут себя вести как Сбербанк, точнее, не как Сбербанк, а как Почта России. Сбербанк уже, конечно, работает более эффективно. Все, меня зовут Кирилл Рыбасов, компания Митфинанс. Ниже этого видео можете подписаться на мой тренинг о том, как стать финансовым экспертом в области автострахования. Он длится 5 дней. Подписывайтесь и посмотрите, какие преимущества есть о том, чтобы продавать или консультировать клиента в области автострахования. Всем удачи, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok